В 2015 году на территории заповедника Саби Сенс слон был атакован четырехметровым крокодилом. Хищник вцепился в его хобот, и слон, запаниковав, попытался избавиться от опасности. Он поднялся на задние лапы и громко трубил от страха и боли, и так дергал хоботом, что практически вытащил крокодила из воды. Но челюсти не разжимались. В конце концов, слон ударил крокодила ногой, пронзил бивнем, и только после этого смог освободиться. Но поверьте мне на слово, этому слону еще очень повезло. В национальном парке Южная Луангва, расположенном в Замбии, обнаружили мертвых слона и крокодила, лежащих друг на друге. По информации LifeScience, тела нашел один из гидов. Возможно, молодая самка крокодила защищала от слона свою кладку, а может, слон уже был ранен и выглядел легкой добычей. Однако раненый слон оказался достаточно сильным, чтобы сражаться за свою жизнь. Вероятно, после борьбы с речным хищником, слон просто потерял сознание от полученных травм или истощения. При падении он приземлился на рептилию и раздавил ее насмерть. Или вот еще один случай из Замбии. Во время водопоя крокодил собирался напасть на слоненка, но его мать вовремя заметила это. Она хватала крокодила хоботом, бросала туда-сюда и топтала, пока все не было кончено. А в заповеднике Хлухлуве Имфолози крокодил по кличке Челюсти оказался настолько голоден, что схватил за хобот взрослого слона. Схватка продлилась всего 20 секунд. Другой слон быстро пришел на помощь и вынудил рептилию отказаться от обеда. В противном случае, ну вы уже поняли, чем это заканчивается. А так слон отделался только травмами хобота. Сами по себе, случаи нападения крокодилов на слонов и наоборот довольно редки. Но когда такие схватки кончаются ничьей, это просто уникально. Крокодил чертовски опасный, хитрый хищник с острыми зубами и мощными челюстями. В то же время слон один из самых умных представителей животного мира. Плюс он реально огромный. It's time! Как я уже сказал, крокодил по кличке Челюсти повредил слону хобот. И это гораздо более серьезная травма, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что хобот не палец, который вы порезали, пока готовили себе сэндвич. Скорее можно сравнить его с рукой. Рукой, благодаря которой вы дышите и едите. И пьете. Не удивительно, что травмы хобота могут привести к ухудшению здоровья, а затем к смерти. Но иногда слоны приспосабливаются даже к такой жизни. Известны примеры, когда они могли впрыскивать воду себе в рот поврежденными хоботами. Вот только нужно, чтобы хоть какой-то хобот остался. Видите этого слоненка? Вместо хобота у него остался всего лишь маленький обрубок. След от атаки какого-то хищника. Очень жестокой атаки. Да, малыш остался жив, к тому же его окружают взрослые слоны. И все же вероятность того, что он выживет, практически равна нулю. Лишенный возможности самостоятельно добывать себе еду, пить, взаимодействовать с окружающим миром, у взрослого слона есть хоть какой-то шанс приспособиться, поскольку даже без хобота он остается крупным, грозным животным. Но детеныш, скорее всего, его судьба предрешена. Погодите, но если хобот настолько важная вещь для слонов, а сами они находятся под угрозой исчезновения, неужели люди до сих пор не придумали какого-нибудь, не знаю, протеза? Я поискал в сети, и, похоже, хобот – слишком сложная штука, чтобы можно было заменить ее чем-то искусственным. Как минимум потому, что в нем около 40 тысяч мышц. Для справки, во всем теле человека их чуть больше 600. На сегодняшний день человечество успело только вдохновиться возможностями слоновьего хобота и сделать роботизированную руку. К сожалению, только для своих нужд. К животному ее приделать не получится. Пока все, что мы можем, это создавать для слонов протезы конечностей. Это должны быть чертовски прочные протезы. Одна искусственная слоновья нога может весить до 15 кило. В конце концов, на нее опирается действительно крупное животное. Но больше меня интересует другое. Крокодилы ведь совсем не глупые, живут на нашей планете миллионы лет, пережили кучу вымираний. Неужели они до сих пор не сообразились, что кусают слона за хобот? Это так себе идея. Слишком часто такая охота может закончиться очень плохо. Почему бы не отказаться от нее? Ну, кроме тех случаев, когда голод вынуждает крокодилов рисковать жизнью. Возможно, они были бы и рады никогда не связываться со слонами, но не всегда понимают, на кого именно нападают. Если ты крокодил, который видит в воде хобот, то можно и не догадаться, что с другой стороны к нему прикреплен слон. Это только одна из версий, но в ее пользу говорит тот факт, что у крокодилов в принципе плохое зрение. Их глаза устроены таким образом, чтобы высматривать добычу, слегка высунувшись из воды. Из засады. Когда крокодилу приходится погружаться, он может спутать шевелящийся хобот с чем-нибудь более безопасным. Что бы мне сегодня поесть? Что поесть? О, нашел! Но как насчет встречи крупных особей? Тех, которые действительно могут помериться силами. Крокодил быстро атакует и сжимает челюсти на хоботе взрослого слона. Это самая уязвимая часть его тела, к тому же она чаще всего опущена в воду. Пытаясь освободиться, слон напрягает хобот и мотает головой из стороны в сторону. Это битва, основанная на физической силе и выносливости. Если крокодил разожмет челюсть, и слон затопчет его. Если крокодил успеет откусить слону хобот, у него еще есть шанс выжить, а слон может погибнуть. И все же, я бы не сказал, что соперники находятся в одной весовой категории. Посудите сами. Крокодилу необходимо затащить свою добычу в воду. Крупнейший из современных крокодилов хоть и достигал в длину 6,17 метра, но весил чуть больше тонны. В то же время, самый обычный африканский слон весит около 6 тонн. Понимаете, в чем проблема? Вот если бы крокодилы сохранили свой древний размер, то вполне могли бы есть слонов целиком на завтрак. Дейнозух, самый крупный из известных крокодилов, жил в меловом периоде и достигал примерно 10,5 метров в длину. Его зубы были размером с бананы, а в меню входило все, что только бродило поблизости, включая динозавров. Причем, никаких-нибудь мелких. Ученые утверждают, что дейнозухи могли питаться даже тиранозаврами. Согласитесь, слоны по сравнению с ними не самая опасная добыча. Эх, увы, к тому моменту, когда на нашей планете появились первые из известных хоботных, дейнозух считался вымершим уже около 20 миллионов лет. Зато мне попадалась информация, что по некоторым данным современные крокодилы, как и хоботные, возникли примерно 55 миллионов лет назад. То есть одновременно. Могла ли эволюция сработать таким образом, чтобы древние слоны специально выросли для защиты от крокодилов? Кто знает. Может быть, конфликты между слонами и крокодилами – это вообще что-то вроде мести? Знаете, пытка вовсе не обязана быть изощренной. Я, конечно, не берусь утверждать, что у нас тут межвидовая война, которая тянется уже миллионы лет. Мне не попадались подобные исследования. Но если взять современные свидетельства, неизвестны случаи, когда слоны запоминают крокодилов-обидчиков и атакуют их даже когда опасность уже миновала. Так мать-слониха набросилась на крокодила, который вместе с остальными пытался устроить засаду на детенышей. Просто за то, что хищник угрожал детям некоторое время назад, она жестоко растоптала его. И если вам кажется, что я преувеличиваю мстительность слонов, то вот еще факт. В Уганде они блокируют дороги и разрушают деревни без всякой видимой причины. Ученые подозревают, что браконьерство в 1970-х и 1980-х годах привело к тому, что многие животные испытали сильный стресс, остались сиротами, видели смерть близких. При этом слоны имеют хорошую память и достаточно умны, а значит, готовы мстить своим обидчикам даже спустя годы. Так почему бы им не мстить еще и крокодилам? Причем, по некоторым данным, слоны не просто уничтожают своих врагов, они могут еще и забрасывать рептилии на деревья. Окей, согласен, это звучит совсем странно. Но есть как минимум два свидетельства. В 1960-м году охотник видел, как слон забросил мертвого крокодила на дерево, а чуть позже известный исследователь Африки, Уильям Коттон Освилл, упомянул в своей книге крокодилей скелеты в ветвях. Ну, как еще они могли там оказаться, если не с помощью слонов? Не сами же крокодилы взобрались на деревья? Чего? Крокодилы умеют лазать по деревьям? Стив! Что еще за ерунда в сценарии? Ладно. Несмотря на то, что анатомически они не приспособлены для лазания по деревьям, крокодилы все равно делают это. Такие выводы сделали ученые, опубликовавшие исследования в журнале Herpetology Notes. Изучив пять видов крокодилов в Африке, Австралии и Северной Америке, команда обнаружила, что рептилии могут подниматься на высоту до двух метров над землей. Молодые особи были замечены на высоте до девяти метров. Девять метров! Причем люди, которые жили рядом с территориями крокодилов, знали об этой особенности на протяжении десятилетий. Просто не говорили. Или в прошлом ученые не хотели это как следует изучать. Окей, крокодилы лазают по деревьям. Что дальше? Слоны в это время забираются в пещеры и едят камни. Да в смысле? В кенийском национальном парке Маунт Элгон слоны часто проводят время в пещерах, находящихся в склонах потухшего вулкана. Это довольно большие пещеры, до 150 метров в длину и около 10 метров в высоту. А еще там полно соли. Причем слоны не только слизывают ее, но и используют бивни, чтобы отламывать куски стены пещеры, которые затем жуют и проглатывают. Черт! Нашпалили, пацаны! Едим траву! Едим траву! Впрочем, этим слонам повезло. У них есть доступ к пещере и неограниченному запасу соли. А что делать тем, которые живут где-то посреди саванны, без всяких вулканов? Окей, окей, такие слоны обычно едят почву и камни. Не то, чтобы у них был выбор. Но когда употребляешь столько соли, а некоторые самцы могут съесть от 14 до 20 кило соленой почвы за 45 минут, наверняка захочется пить. Как быть, если ты слон и не можешь носить с собой бутылку воды? Тх, просто выкопай водоем! Слоны обладают способностью чувствовать воду под землей, поэтому в период засухи они просто начинают копать. И копают до тех пор, пока не доберутся до грунтовых вод. Само собой, другие животные рады воспользоваться такими водоемами. Они приходят пить после того, как стадо слонов удаляется. Не удивлюсь, если слоны научились этому фокусу у крокодилов. Некоторые из них, например, аллигаторы в национальном парке Эверглейдс, роют норы в заболоченной местности. Вода там сохраняется почти все время, за исключением очень сильных засух. Поэтому в норах часто прячутся другие животные. Само собой, когда аллигаторы их не используют, иначе эти хищники просто поедают своих гостей. Но это не единственная опасность. Чем больше животных пользуются небольшим водоемом, тем выше вероятность подхватить через воду какой-нибудь вирус или опасную бактерию. Звучит довольно логично. Собирается куча особей самых разных видов. Все пьют рядом, никакой социальной дистанции. Пожалуй, самый известный случай массового отравления произошел в 2020 году, когда в Ботсване погибли около 350 слонов, потому что просто пили воду. В водоемах обнаружили токсины, которые вырабатывали бактерии. Судя по всему, слоны просто пили слишком много ядовитой воды. А ведь в ней даже не было крокодилов. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok